Привет, друзья! С вами, как всегда, Ревкация Фуддинов, автор-музыкант. В предыдущем выпуске журнала мы рассматривали события 73-го года прошлого столетия, но сегодня поговорим о 1974 году. Что происходило тогда в области музыки? Появился новый вокально-инструментальный ансамбль, который назвали «Лейся песня». База у них находилась в филармонии в городе Кемерово. У руководителей коллектива были некие Валерий Селезнев и Михаил Плоткин. Многие музыканты той поры часто шутили, называя этот ансамбль «Не лейся песня, а лейся пейся». Ну, что поделаешь, музыканты? А музыканты – это такой народ, ну, как вам сказать, ну, палец в рот не клади. Откусят не палец, откусят руку по локоть. И вообще, если сказать другими словами, то любят подвергать критике просто буквально все, что лежит на поверхности. Яркими исполнителями в этом ансамбле были Владислав Андрианов. Ну, песни, помните, где же ты была? Вот увидишь. И Игорь Иванов, который, ну, спел достаточно вообще много популярных песен. Ну, одна, например, из них – это песня «Прощай» или «Песенка сапожника». Ну, а с 1976 года этот ансамбль возглавил Михаил Шафутинский. Годом раньше, в 1973-м, состоялась премьера 12-серийной экранизации романа Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны» режиссера Татьяны Лезновой. Наверняка все вы этот сериал знаете и пересказывать содержание, ну, не имеет никакого смысла. Но вот песни из этого сериала композитора Микаэла Тривердиева стали наипопулярнейшими и раскрутились, если так можно сказать, на полные обороты в 1974 году. Кстати говоря, Тривердиев подвергся многим нападкам со стороны композиторов и музыкантов в то время. Так как эта песня его была частично, ну, плагиатом песни, если так можно сказать. Помните, я в предыдущих выпусках показывал песню в исполнении Энди Вильямса, она называлась «Love Story». Значит, если немножко проанализировать, то у Энди Вильямса в песне «Love Story» там мотив, значит, сейчас вспомним. Да, вот примерно как-то так я спел. А песня Тривердиева «Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня». Видите, ну, очень-очень похоже. Ну, скажем, как у нас, у товарищей по цеху, у авторов, мы говорим обычно так, мотивчик уж очень похож на оригинал. Но все-таки Михаил Леонович Тривердиев был и есть и останется навсегда талантливым композитором, оставившим в наследие лучшие песни постсоветского периода. А чем лучше, допустим, ну, если не надо далеко нам ходить, вот композитор Ян Фрэнкель. У него была песня «Старый забытый вальсок». Вот давайте послушаем фрагмент. Слышишь, тревожные дуют ветра. Нам расставаться настала пора. Кружится, кружится пестрый лесок. Кружится, кружится старый вальсок. Старый забытый, Старый забытый вальсок. А теперь давайте послушаем и внимательно послушаем и сравним композитора Фридса Крейсера. Это австрийский скрипач. У него было произведение «Муки любви». Вот давайте внимательно послушаем. Не находите, что это почти одно и то же. Или, к примеру, всеми уважаемая Александра Николаевна Пахмутова. Вот уж действительно для меня было просто большой неожиданностью найти такое совпадение в мелодиях, я имею в виду. Её песня «Нежность», ну, начало запев, так скажем, опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить. Вот. Красиво, не правда ли? Красиво. Потом идёт такой замечательный мотив, разворачивается дальше. И вообще песня замечательная. Ну вот, если взять такого композитора, как Бенджамина Бриттона, у него есть произведение сентиментальная сарабанда. Так вот, давайте послушаем фрагмент этого произведения, самое начало. И вы сразу поймёте, в чём дело. Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить. Давайте послушаем. Ну а за рубежом? Что было в 1974 году за рубежом? А было вот что. В английском городе Брайтоне проходил конкурс Евровидения, где победителем конкурса стала песня «Ватерлоу», авторами которой были шведы Бьорн Ульвиус и Бенни Андерсон. Именно они были организаторами шведской группы «Абба». Ну, скажем так, нашли певиц, конечно, не сразу, Бенни познакомился с певицей Анни Лингстадт, ну, не совсем Анни, а Анни Фрид Лингстадт, а Бьорн Ульвиус с Агнеты Фельдскок. Ну а в дальнейшем этот ансамбль стал просто звёздным во всех смыслов и покорил весь мир своими замечательными песнями. Ну, впоследствии это были Money Money, Happy New Year и так далее. Ну и в заключении разрешите откланяться. Я благодарю всех вас за просмотр моего журнала. Приглашайте своих друзей, делитесь с ними и подписывайтесь на моей странице в YouTube. Всем удачи, здоровья, бодрости духа. Я всем напоминаю, что журнал выходит регулярно раз в неделю и с ним нам всем веселее и интереснее. Так что вот такие дела. Пока, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова